Мы находимся у здания Мариупольского горсовета. Здесь уже третью неделю проходит акция против вывода добровольческих батальонов из поселка Широкино, который находится в 20 километрах от города. Сегодня, 14 августа, за моей спиной собрался митинг, на котором люди выступают против демилитаризации поселка. Ворога не нужно подпускать близко к воротам. Вот почему я считаю. Потому что доверять той стороне никак нельзя. И если оставить, то они займут. Не однажды так было. Только войска выводить ни в коем случае нельзя, по той причине, что будут здесь сразу же, сразу возьмут Мариуполь. На второй день. Ведь верить им нельзя. Мы, как общественность города, выступаем против вывода войск из Широкино. Неоднократно мы повторялись в том, что мы хотим верить нашему президенту и верим им. Но у нас есть определенные сомнения. Мы не верим той стороне, что она будет придерживаться так называемых минских соглашений. Поэтому мы требуем от президента принятия более радикальных мер по укреплению наших рубежей, нашего города. Ибо мы не хотим жить так, как нам навязывает другая сторона. Участники акции провели вечер, на котором было принято решение оставить палаточный городок у стен горсовета после Дня Независимости. Организаторы считают, что эта площадка поможет мариупольцам обсудить и другие проблемы города. Но все же сетуют на пассивность горожан. Ведь за почти три недели акции собрано всего 1800 подписей. А вот обидно. 1817 подписей. 1817. Вот они все. За 20 с лишним дней мы с 26 числа здесь. То есть активности никакой нет. Это прискорбно, это обидно. Мы написали, равнодушие нас убивает. Мариуполь, проснись, он спит. Пришел сюда. Тут митинг против делиментаризации. Против того, чтобы наши войска не выводили из Широкина. А почему пришли? Поддержать людей. Поддержать тех, кто воюет в Широкино. Поддержать вообще Украину полностью. Вы думаете, что не стоит выводить в войско? Конечно, не стоит. А почему? Я считаю, что если только наши войска оттуда выйдут, хотя бы больше половины, то сразу начнется захват того же Широкина и потом Мариуполя. Вот возьмите, вывели добровольческие батальоны, танки. Обострение ситуации началось. Начали уже бомбить в два раза сильнее Широкина. И не только...